Кстати говоря, сейчас в парке можно встретить очень много мамочек с колясками, которые не спеша гуляют, погода благо позволяет. Также можно встретить очень многих спортсменов. Слушай, сейчас спортом занимаются и взрослые, и дети, и даже пожилые люди. Сейчас крайне популярным видом спорта стала скандинавская ходьба. Можно встретить пожилого человека, он с палками туда-сюда, туда-сюда. И вообще потрясающий вид спорта, потому что очень щадящая нагрузка для человека преклонного возраста. Да, но говорят, это максимально эффективный вид спорта и тем не менее легкий. Так ли это, мы решили убедиться и отправили нашу коллегу опробовать это. Анастасия Кныш уже на месте, готова к приключениям. Да, рассказать нам поподробнее об этом виде спорта. Анастасия Кныш прямо сейчас с нами на связи, я надеюсь, что мы ее увидим. Настя, привет! Сколько спортсменов рассказывает, что там происходит и сколько километров ты уже прошла. Да, доброе утро, коллеги. Прямо сейчас я нахожусь в парке на северо-западе рядом с лыжной базой. И утро мое начинается не с кофе, а со скандинавской ходьбы. Вот я уже вооружилась палками и готова осваивать этот вид спорта. И да, вы не ослышались, в 2019 году скандинавская ходьба была признана официальным видом спорта. И сегодня мастер-класс мне проведет Светлана Макаревич, тренер и судья соревнований. Светлана, физкульт-привет! Физкульт-привет, физкульт-привет всем! Дамы, физкульт-привет! Физкульт-привет! Ну, расскажите, вот скандинавская ходьба не выглядит чем-то сложным, вот, но и у нее есть своя техника. Вот, в чем она заключается? Обязательно, Настя, это на первый взгляд. Это, кажется, легко, на самом деле нет. С чего начинаем? Начинаем с палок. Палки должны быть обязательно скандинавские. Они у вас правильные. Самое главное, это чтобы была система крепления руки к рукоятке не петля, а темля, как у нас и как у меня. Значит, техника. Техника основывается на трех этапах. Первый этап. Мы не наклоняем корпус ни вперед, как лыжники, ни назад. Максимальный наклон корпуса при скандинавской ходьбе, допустим, 2-3 градуса. Второй этап. Рука согнута в локте в естественном сгибе. Мы специально не сгибаем в локте руку. У нас идет естественный сгиб руки, и идет здесь 45 градусов между рукой и корпусом, и здесь 45 градусов, здесь 45, и здесь 45. И третий шаг. Мы идем с пятки на носок, макушка тянется вверх, подбородок смотрит вперед. Если будет подбородок смотреть вниз, заработайте шейную грыжу. Опасно. Это опасно, да. Но наш вид спорта самый нетравмоопасный, потому что у нас с вами две допопоры. И всегда говорю, если будут правильные палки, сертифицированный тренер и правильная техника, вы не травмируетесь никогда. А давайте на месте. У нас есть возможность продемонстрировать, да, как это должно выглядеть. Есть. Палочки бросили. Бросили. Вперед 45 градусов. Идем противошагом, если впереди левая нога, то веди правая рука. И начинаем толкаться. 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 Поворот. И то же самое. Толкаемся. 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 Заметьте, сгиб руки у меня 45 градусов. А естественный сгиб руки, как при обычной ходьбе. У вас, кстати, очень хорошо получается, Настя. Молодец. Здорово. Мне кажется, что у меня единственный вид спорта, которому есть способности. Ну, я так не думаю, честно. Ну, молодец на самом деле. Расскажите, пожалуйста, вот почему тратится больше калорий во время скандинавской ходьбы, чем при обычной? При обычной ходьбе у нас задействована только нижняя часть тела. 48%. Это ноги, ну и ягодицы. При занятии скандинавской ходьбой у нас задействованы 90% мышц тела за счет того, что мы работаем руками. Когда мы работаем руками, у нас работают все мышцы спины, мышцы шеи, грудной отдел и пресс. Поэтому 90% мышц тела. 100% работает только при плавании и те, которые занимаются профессионально. У них даже мышцы лица работают. На втором месте наша любимая скандинавская ходьба. Ну, смотрите, сколько прекрасных дам у нас пришло на тренировку. Это все ваша группа? Это все моя группа. И, скажу честно, это не вся группа. Это где-то треть. У меня ходит больше 100 человек. Но здесь где-то на вскидку человек 35, наверное. А мужчины есть? Значит так, у меня трое мужчин ходит. Постоянно ходит один. Да? Да. Молодой? Значит, для нас очень. Для тебя нет. Ну, слушайте, я думаю, что я готова присоединиться и несколько омолодить нашу группу. Что, пойдем тренироваться? Пойдемте. Коллеги, передаю вам слово, потому что у меня сейчас тренировка. Я буду очень стараться. Ну что, на старт. Внимание. Марш. Все, пойдем. Так что, мы проходим? Ну что за потрясающий отряд вообще отправляется прямо сейчас на тренировку. Я сейчас сбегаю за пуховичком и найду. И присоединишься. А я с удовольствием в это время пока передам слово нашим синоптикам, чтобы узнать, какая погода нас сегодня ждет.